Друзья, это реальное кино обо всем, и сегодня я рассказываю сначала. В школе, в которой я учился, есть учитель физкультуры, с которой мы иногда созваниваемся и поддерживаем контакт. Причем самое интересное, что она у меня не преподавала, то есть она вела другие классы. Но она помнит меня, помнит Генку Пасмурного, с которым мы играли в Царство Небесное в группе служебной необходимости. Сейчас у нас уже другой состав, и мы будем писаться, и у нас есть материал. Ну, это отдельный разговор. 20 лет мы играли с ним, она его помнит, сын его там учился. Вот она всех помнит, и она такая ходячая летопись школы, в хорошем смысле этого слова. И вот она говорит, ты представляешь, у нас такая ситуация, что у нас ничего нету. Нету мечей, нету гранат, вообще ничего нет учебных. Раньше, говорит, были депутаты, которые покупали. Она без всякой задней мысли, я более чем уверен, которые покупали. А сейчас, говорит, депутатов нет. Ну, в смысле, депутаты есть, только им не надо. Сейчас такая ситуация с депутатами, что им не надо пиариться. Их либо так выберут, либо и так не выберут. Они об этом знают, они даже не нанимают грамотных пиарщиков, им нафиг не надо. То есть они номинально существуют, номинально проходят. Об этом тоже отдельное видео есть. И я рассказывал, как мне предлагали быть вот уже в эти годы, выбрать одного из депутатов. И я отказался, потому что это трындец. Ну, в общем, не помогают депутаты школе. Заразы такие. Шучу. Они не должны, по идее. Ну, в общем, короче, нет мечей, нет гранатов. Она говорит, ну, купи хотя бы несколько. Нет, она не говорит. Я говорю, давайте я куплю. Она говорит, ну как? Ну, так чё, а чё? Ну, поможем родной школе. Мы всё-таки в ней учились. Хотя у меня самые тяжёлые воспоминания, на самом деле, о школе. Самые тяжёлые. Я считаю, что это был такой концлагерь, где над нами издевались. Но там были и хорошие учителя, которых я вспоминаю. Я говорю, вот гранаты нет. Вот, ну, можно я не буду покупать гранаты учебные? Я против того, чтобы люди кидали гранаты друг в друга. Хорошие, плохие. Если надо будет, они научатся, эти дети, кидать гранаты. Пусть они играют в мячи. Ну, много я не могу купить, потому что это очень дорого. Если брать совсем дешмана-дешман, то это всё развалится. А если брать более-менее мячи, похожие на мячи, то это немаленькие суммы. Ну, вот 12 мячей мы сегодня купили. Два футбольных и... По пять баскетбольных разных, там, для улицы и для зала, там, ну, в общем, разные. Какие она сказала по тому размеру той фирмы, вот то я точно купил. И секундомер для школы. А вот про НВП, у нас же был урок НВП. У нас был такой преподаватель, Евгений Петрович. Я не знаю его фамилии, не помню. Мне было лет 12, наверное. И мы ходили, я помню, в весенние и осенние каникулы к нему. Каждый день. Школа была пустая. И он придумал такой ящик, чтобы пульки не кончались. И стреляли по этим мишеням. Потом эти пули можно было вторично и третий раз использовать. Специально придумал, сам сконструировал со старого радиоприемника, где они гасились резиновыми прокладками такими специальными и не разрушались. То есть у нас было неограниченное количество пулек. Я помню, я ходил, ну, может, еще два человека ходил. Иногда я один приходил на эти занятия. И целый день с утра до темноты мы стреляли по этим мишеням. И навскидку, и с кувырком, и как только мы не стреляли. А он, видно, уставал, он там засыпал в свои оружейки. Школа была пустая. И мы там уже что не чудили. И с разворотой, и как мы только не стреляли, там я научился стрелять. Автомат Калашникова я тоже с закрытыми глазами. Наверное, даже сейчас разберу и соберу. Потому что мы тоже этим занимались. Ходили в противогазах там по школе. Для нас это была интересная игра, но в этой игре мы научились. Мы чему-то научились. Благодаря вот этому Евгению Петровичу. Который тоже был в этой школе. Вместе с Азнаш-Понимаш, там, присмыкающие. И не обрадуясь все. Родители вызывают, не обрадуясь все. Хотя вот эта, Валентина Николаевна наша классная. Она тоже была. Она была с душой. Она, может, не все слова правильно выговаривала. Она, может, что-то чудила там. Но они были не бездушные, эти учителя. Такие, как сейчас, которым все равно. Плани и отчетей. Не бездушные были. Ну, и думаю, ну, я сделаю это от вас, от всех, от себя. Пусть дети играют в мячи. Несмотря на то, что вот все вот так тяжело сейчас. Вот она школа. Что-то она не светится. А, светится немножко. Сейчас мы в нее зайдем. Пусть они играют в волейбол, в баскетбол, в футбол. А если еще понадобятся мячи, ну, может быть, мы вместе и эту задачу осилим. Ну, а гранаты, уж пусть кто-нибудь другой, учебные. Наверное, тоже надо их учиться кидать, чтобы защищать родину. Но я не могу. А, больная, больная тема гранаты. Вот она школа. Она совсем маленькая. Самое прикольное, то, что я учился всю жизнь в школе, всю жизнь учился в школе номер 22. А заканчивал я школу номер 11, потому что я ее заканчивал экстерном. То есть, экстернат. Так, а смогу ли я здесь заехать? Ну, вроде заехал. Вроде заехал. То есть, я всю жизнь проучился в 22, а заканчивал в 11. Мне Пушкина, которая вообще в центре города. Так вот, такие метаморфозы жизни. Ну, что? Вот старый двор, вот старая луна. Вот комната, в которой два окна. Пошли в школу. Для нас всегда закрыта в школе дверь теперь. Еще там будет, наверное, сидеть злой охранник. А мы несем вот два чемодана. Не знаю, видно сейчас или нет. Смечаем. Мы добрались. Тук-тук. Можно к вам. Что у нас? У нас футбольные мячи вот такие. Единственное, вот их, мне кажется, надо поднакачать. Они слабоватые. А вот он у нас. В упаковочке, то есть, никто их не бил. Я помню, мне подарили футбольный мяч. Чем мать мне купила футбольный мяч, когда вот этот вот Спартак, Досаев, там вот эти все. Ей вот так берег этот мяч, но потом там камера испортилась. Ну вот, ну. Момент. Сейчас мы сначала все выложим. Да. Значит, баскетбольный вот такие вот. Да, совершенно видно. Торос. Но это, по крайней мере, лучший вариант. Всех перемешек. Из того, что есть. Интересный гвоздь нашей программы. Это секундомер. Сейчас мы будем его вскрывать. Вскрытие покажет. Давай. Вскрытие будет покажет. Я не стал специально открывать, но здесь откроем. Ухы, ухы. Вау. Как скажут дети. Ну что, красиво что-то? Нет, не мало красиво, но это же на... Ну, на руку-то его нет, вы же так в руке носите просто. Это будет вот здесь. А, то есть на шее. Это на шее, это украшение шейное. Так, ага, здесь тоже еще надо будет открыть. Ну, мы можем этот момент оставить на потом. В общем, посмотрите, как он выглядит. И порадовались. Да не то слово, Саша. Ну, конечно, надо будет его вскрывать еще. Ладно, это я. Только номер. Фишка в том, что там 100 ячеек. Да, на 100 ячеек, да. Вот. И, ну, в классе 100 человек не бывает. Не бывает. Но оно лишним не будет. Ну, по крайней мере, да. Но он, по крайней мере, будет фиксировать. Вот 30 человек бежит, 30 человек будет. То есть он работает. Работает, работает. Ну, в общем, все. И я так думаю, что здесь русский язык, наверное, присутствует. Кроме китайского, да. Кроме китайского, да. Кроме китайского, инструкции на русском языке. Ну, и все. Все. Ну, мы сейчас какой-нибудь мяч, который вы выбьете, накачаем. Просто ради примера. Да. Бросим в кольцо. Маленький шнурек у нас немножко поедет. В общем, короче, игла. Вот. Делаем внутривенный укол. К мячу. До конца же встали. Так, все, погнали. О, я чую, как он выпрямляется. Да. О, процесс пошел. Продолжить. Вот такой мячик у нас. Сейчас мы попробуем его кинуть. Вроде бы не яйцом. Кинуть его кольцо. Бросить. Нет слова кинуть. Ну, бросить. Это профессионалы. А я-то любитель. Бросить. А на какую-то нюхрюк. А вот в футбольном мячу мы делаем внутривенное вливание. Тоже попробуем сейчас ночь, по-моему, отразовывать хотя бы. Ну, наверное, все. Даже жалко отдавать детям. Ну, сейчас. Просто правда. Я когда пришел в первый класс, я когда у нас начиналась физкультура, говорят, вот так вот делать. А я не умею. Он мне говорит, как так можно сделать? Не ты один не бежал. Ну, я был один в классе, который не умел. Да ладно. Еще не все. Хорошо. Середина. Рука продолжает в панике. Это был бросок, как все равно. Не то, что мы любим себя. А теперь футбольный. Попробуем немножечко бить его. Я надеюсь, я не убью сам себя. Ну, в принципе, все хорошо. Да. Это действительно хорошо. Все. Не будем ломать мяч. Остальное сделают дети. Здесь как раз была наша оружейная, где вот этот Евгений Петрович. Вот здесь стоял наш этот ящик, в который мы стреляли. Длиннющий коридор такой. И мы по этому коридору туда отходили далеко. В общем, научились стрелять. Научились. Где он сейчас, жив ли или нет. Сейчас возвращается. Вот этот медкабинет страшный. Все его боялись. Как он и есть. На самом деле у нас хорошая медсестра. Да? Ну, у нас всегда был заход человек в белом халате в класс. Это стресс. То есть заходит человек в белом халате, и мы все в панике, с чем фамилию назовем. Там же это всегда были что? Ну, или зубы удалять. Прививки у меня медотвод был, слава богу. Так, ну все, темнота, друг молодежи. Да. А вот двор здесь, в котором Федор жил, с мой дружбан школьный. А он за забором. Все. Как мы катались на велосипедах спокойненько проезжали. Сейчас уже так не покатаешься. Вот. И сейчас вот мы обсуждали с Ириной Петровной. Учителей вспомнили. Оказывается, много хорошего было. У меня почему-то школа с негативным ассоциацией. Вот этого забора не было. Он был разрушен. А сейчас его восстановили. Такой забор появился. То есть они там под охраной. А у нас не было этого забора. Был остов. И мы ходили гулять с собаками в школьный сад. Ночью. Ну, вечером. Такие были классные люди там. Такие полные... Как бы сказать-то... Полные... Полные души люди. С которыми было интересно. Взрослые. Мы с ними общались, будучи мальчишками. Тоже они с собаками гуляли. Вот это все детство стоит у меня. В памяти. Здесь я каждый проулочек знаю. Хотя многое меняется. Вот здесь вот дом хотят возвести многоэтажный. Здесь уже посносили дома. Тут уже светофор повесили на Серова. Это же капец. Так, или это не Серова. Я уже запутался. Серова. Вон светофор висит. А вот здесь многоэтажки какие-то поставили. Здесь были бы дома, которые пленные фашисты строили. Двухэтажные. И в этих домах была душа. Тоже была душа. Наверное, не успею. Не поеду. Душевные они какие-то были. Вот там был клуб Олимпик. Он сейчас существует. Где я начинал каратэ заниматься. Вот все тут родное. Так вот, хотел сказать, что вот в этих маленьких школах, которые в параллели два класса, где все друг друга знают. И ученики знают почти. Ну, в лицо, по крайней мере, все друг друга знают. Вся школа мы знали. И учителя знают всех учеников. Нигде их там, вот сейчас Ирина Петровна рассказывала, там 2800. И там 280 учителей. Никто никого, естественно, не знает. Какой-то, какой-то, не знаю, конвейер. А здесь вот она была из душой, наверное, потому что все друг друга знали. Потому что это было как-то мирно. Не скажу, что все люди были хорошие. Прям такие офигенные. Но что-то это дает. Все равно какая-то семья большая. Вот как будто бы. Это 16-й магазин, в котором мы за сахаром в очереди стояли. А вон Олимпик, его видно сейчас. Дома снесли. Вот он, клуб. Он и сейчас, видимо, действует и существует. Не знаю, сейчас темноте, наверное, не видно. А двухэтажки все посносили, построили вот эти вот гробы. Ну, а что? Не будем старомодными. Как говорится, жизнь продолжается. Благодарю вас всех, друзья, за то, что вы помогли мне сделать это добро. И впереди другие добрые дела, о которых я скажу позже. В частности, я думаю, что, может быть, на этой неделе мы съездим к церковной бабушке, которая молится. Я отвезу ей капли для глаз и расскажу про эти капли, про упражнения, как это помогает. Многие просили. Попробую, если успею, на этой неделе. Далее, на Бусти, на моем закрытом клубе, выйдет видео, где я размышляю о том, пошел бы отец Николай, ой, вылетела фамилия, Гурьянов, и Серафим Саровский отказываться от биометрии. Они бы не пошли. Но они были в другом социуме. У них не было кредитов. У них не было детей. У них не было необходимости ездить на метро и так далее и тому подобное. Я размышляю об этом подробнее и о мнении экспертов по этому поводу. Потому что многие боятся. Многие говорят, мы не сдавали биометрию, зачем нам идти ее забирать. Там я привожу пример, как люди, которые ее не сдавали, попадают в интересные обстоятельства. И когда нас спрашивают, даже для того, чтобы нас, грубо говоря, посчитать, то имеет смысл от этого отказаться. Ну, это чисто мое мнение. Я не буду убеждать кого-либо, как надо действовать. Я скажу за себя, что я это сделал и считаю, что я поступил правильно. Друзья, всех вас благодарю за вашу помощь, за каждого, кто помогает каналу. Моя недостойная молитва, земной поклон и слова, которые сказал, говорит старец, за всех, кто помогает мне в этой ситуации и в этих делах. Все, что мы делаем с вами, увеличивает количество радости во Вселенной. Я в ближайшие дни еще сделаю ролик о том, что угол падения равен углу отражения. И настроение падения равно настроение отражения. Очень важно быть позитивным в жизни. Объясню почему. Не только потому, что Бог так сказал, а как это действует. Об этом подробнее на канале чуть позже. А еще раз всех благодарю. Желаю мира и благополучия как можно скорее. Все обязательно будет хорошо. Все наши испытания не навсегда. Всем добра. Субтитры сделал DimaTorzok